Всем приятной жизни! Это Шлык, и мы продолжаем играть в Хардстоун. Так, давайте в героическом режиме теперь победим Гробулуса. Значит, он бафнут следующим образом. За 0 маны в начале каждого своего хода он наносит 2 единицы урона всем нашим персонажам. Ну и герою, и вообще всем, кто у нас на доске есть. Но у него проблемка с контролем. Так, хотя я Клирика оставлю, я только жрицу уберу. У него проблемка с контролем толстых существ. Как вы знаете, Клирик, как никто, умеет клепать толстые существа всякими своими там плюхами, типа того же, блин, удвоение здоровья, тех же слова сил, там, щит, боль и прочая фигня. Вот, кстати, и удвоение пришло, что не может. Вот это вот еще одно слово силы, щит. То есть, вы понимаете, на что я намекаю? Я, моя цель поставить супер-убер-крутого таунта. Вот, отлично. Сыграл заклинание и хорошо. Моя цель поставить убер-крутого таунта, и я на самом деле начну эту цель реализовывать. То есть, убер-толстого таунта. Два урона, это на самом деле, ну, не так много, как вы можете догадаться. Вот, он играет толстыми, тонкими существами. Вот такими, да. Поскольку, вот ты, блин, не моту можно кинуть. Так, а ну-ка, плюс два, это у него станет восемь, еще плюс два у него станет десять. И удвоев у него ставит двадцать. Да он фиг пробьет, мы его потом будем хилить всем, чем можно. Да, я, наверное, сделаю такое. О, и нам потом еще, мы ему потом еще сделаем. Так, пусть он сам об него убивается, а ты иди в атаку. Мы ему сейчас еще сделаем атаку. Просто, мама, не горюй, какую. Я же надеюсь, у тебя нет какого-нибудь контроля сейчас. Нормально, это все лажа. За твоего короля леча. Уже все забыли про твоего короля леча. Леча. Так, норма... О, чувак. Так, два плюс два, четыре, плюс один, пять. Хилим. Удваиваем и приравниваем. Лови, братюня. Давай, играем. Чего скажешь теперь? Ну, то есть, с жрецом, как бы, как вы видите, вот, при выпадении стандартного жрецовского комбо, убивается элементарно. Контроль... Тут даже можно играться с ним, там. Вызывать другие существа всякие. Ну, вообще, убивается элементарно. То есть, раз-два. И обчелся. Вот. То есть, на шестом ходу мы его разнесли. Над ним еще работать и работать. Да, показываю в конце колоду. Ну, тут, в принципе, вы все сами видели, да, в чем соль. Соль в стандартных жрецовых комбо. То есть, внутренний огонь плюс божественный дух. И, как бы, взять побольше существ. Ну, это уже такие рекомендации, да. Которые, которые, вот, типа, колодца света, которая, можно, там, сразу пять жизней за две маны. Это довольно много. Или этот за три маны восемь жизней. Чтобы, ну, в общем, существа, которые легко бафаются. Правда, колодец света потом желательно, чтобы, ну, заступник Аргуса его сделать таунтом, да, чтобы остальные не пробивали. Ну, или, или можно, в принципе, заступницу Синдарай взять. Опять же, слова Силы Щи, там, всю эту фигню. Колодец света даже было бы круче бафнуть. Он еще сам себя бы лечил больше, чем это. Ну, короче, в принципе, вот колоду вы видите, да. Есть и массовые зачистки, потому что у него куча, там, слабых существ, всяких слезняков, которые он может вызывать. Нерубские яйца вообще идеально заходят. Хотя они, конечно, ему дают слезть 2-2. Но нам они дают Неруба 4-4. Ну, не знаю, короче, такое... Тоже я на него недолго. Это, по-моему, вот второй или третий раз, что я с ним играю. Вот, сделал колоду, обыграл. Причем сразу с первой попытки колода зашла и обыграл. То есть довольно быстро он подготовился. Не знаю, что сказать. Ну, Тауки Найку под круг исцеления беру. Тоже стандартная комбо жреца. То есть все стандартным образом проходится героический режим. Вот. Ладно. Думаю, на этом этот выпуск мы закончим. Большое вам спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал. Получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык. Спасибо.